Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книга Бытия, библейский портал экзегет, и мы продолжаем наше чтение, перевод российского библейского общества. Ну вот, эти главы 20-21, они такие вот, перерыв, что ли, в напряженном повествовании, ничего особенного не происходит. Более того, происходит то, что уже происходило, да и, пожалуй, будет происходить. Может быть, это следы разных преданий, которые вошли в книгу Бытия, и тот, кто собирал из этих преданий текст, он не хотел отказываться ни от одного, он выстроил их в такое последовательное изложение, поэтому, может быть, какие-то эпизоды вошли два или даже три раза, мы точно не знаем. Но еще интересно, что вот книга Бытия, она такая абсолютно неравномерная, и вот, скажем, эта 21 глава, ну, она почти лишняя, там, в общем, пара эпизодов, которые нужны для развития повествования. Или они нужны, эти главы, для какого-то более рельефного, более подробного изображения героев. Может быть. Не знаю. А Господь, как обещал, вспомнил про Сарру, выполнил Господь обещание свое. Сара забеременела и в срок, назначенный Богом, родила престарелому Аврааму сына. Авраам дал новорожденному своему сыну от Сары имя Исаак, а на восьмой день, как повелел Бог, обрезал ему крайнюю плоть. Ну, вот тоже ничего нового. Да, это продолжение той же самой истории, обещание уже было, здесь сбылось оно, обрезание уже было заповедано, здесь оно совершается. Сто лет было Аврааму, когда родился Исаак. А Сара сказала, смешно, и сотворил со мной Бог, кто не услышит обо мне, будет смеяться. Ицхак будет смеяться, и Ицхак — это имя мальчика, да, то есть... У нас уже было объяснение этого имени. Сара рассмеялась, когда услышала, что у нее родится сын, да, и здесь будет смеяться тот, кто услышит об этом. Двойное объяснение, ну, смысл примерно один и тот же. Два предания, которые по-разному, чуть-чуть по-разному, с разных углов зрения описали, объяснили это имя. Или просто рассказ, который возвращается к этим историям. Тогда получается, что это смешно, родился у пожилой женщины, у старуки, от старика ее сын, да, что это какая-то важная вещь. Вот нам не смешно, когда мы читаем Библию, правда? Вот, ну, никогда не смешно, наверное, никому. А им было смешно, даже в такие важные и серьезные моменты, вот, слишком серьезными быть тоже, это немножко не библейский подход к жизни. И добавила, кто бы мог сказать Аврааму, что его Сара будет грудью кормить ребенка, но вот на старости лет я родила ему сына. А ведь это исполнение величайшего обетования, они бы очень переживали из-за того, что у них своего ребенка нет, только, вот, Измаил от наложницы Агаре. И где ликование, где благодарность Богу? Ну, ничего, кроме анекдота, они в этом не видят? Мы еще в 22-ю читали там про то, как Авраам чуть в жертву не принес своего, как раз, возлюбленного сына Исаака. А может быть, это еще и о том, что, вот, знаете, эта напряженная, мучительная серьезность, она не про библейских персонажей, по крайней мере, не про этих. Что у них есть какая-то вот такая легкость бытия, которая заставляет находить забавное в самом серьезном. Ребенок подрос. В день, когда он был отнят от груди, Авраам устроил большой пир. Увидев, как сын Авраама от Агаре египтянки играет с Исааком, это Измаил, я напомню, он родился раньше, но он не был, собственно, ребенком вот этой пары, да, он был, ну, тоже сыном Авраама, но именно, что вот, ну, тоже, да, иначе о нем и не скажешь. Значит, увидев, как сын Авраама от Агаре египтянки играет с Исааком, так все хорошо. Смотрите, он не обижает его, а играет с ним старшего братца, младшего забавляет, ну, нормальная семейная жизнь. Сара сказал Аврааму, прогони эту рабуни вместе с ее сыном, не будет ее сын твоим наследником наравне с моим Исааком. Слушайте, как-то Сара себя ведет некрасиво. Ну, банальная ревность. Ну, хорошо, допустим, она ревнует к Агаре, хотя она эту Агарь сама привела к Аврааму, да, ну, а ее ребенок, сын ее мужа, которого, собственно, она хотела, чтобы она ему родила, да, он здесь при чем? Больно было Аврааму слышать такие слова о своем сыне, но Бог ему сказал, не печалься ни о мальчике, ни о рабыне, сделай, как говорит тебе Сара, ибо твой род продолжится через Исаака. Ну, и от сына рабыни я произведу целый народ, ведь он тоже твое дитя. Наутро Авраам дал Агаре, что дал? Хлеб и бурдюк с водой. Ничего себе. Положил ей их на плечи и велел уходить вместе с ребенком. Он даже ей не дал какого-то пропитания приличного. Ну, так, на первые два-три дня, да? А дальше, как сама хочешь, так и обустраивайся. Агаре ушла, у нас уже это было, она уходила еще, собственно, когда ее запрезирала Сара из-за ее вот такого превозношения, да, то, что она с ребенком, а Сары нет. Теперь Сара с ней сравнялась, но вот теперь приходится уходить уже по повелению Авраама. Агаре ушла и заблудилась в Бельшебской пустыне. Ну, это в южной части Святой Земли кончилась, вода в бурдюке. Она оставила ребенка под кустом, а сама отошла, чтобы не видеть, как он умирает. Села по отдаленной расстоянии выстрела из лука и разрыдалась. Но Бог услышал, как плачет дитя, и ангел Божий с небес окликнул. Агаре, что с тобой, Агаре, не бойся? Бог услышал, как плачет твое оставленное дитя. Вставай, иди к ребенку, возьми его на руки. Я произведу от него великий народ. Бог открыл ей глаза, Агаре увидела колодец. Она подошла, наполнила бурдюк и напоила ребенка. С тех пор Бог не оставлял мальчика. Тот вырос, поселился в пустыне, сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Парана. Жену для него мать привела из Египта. Ну, измаилтяне, это, собственно говоря, арабы, иначе. Говоря, от них... Вот от него, от Измаила, выводится их род, согласно библейской хронологии. Так зачем нам эта история здесь? О том, какая Сарра жестокая, ревнивая, о том, какой Авраам бесхарактерный, нет бы прицикнуть на свою супругу, сказать, он тоже мой сын, я его при себе оставлю, что ты такое говоришь. И про то, как они некрасиво с ней обходятся. Но, вы знаете, этот рассказ, мы же стараемся читать книгу глазами читателя Древнего Ближнего Востока, он, в общем-то, о нескольких вещах. Прежде всего, о том, что даже если человек оставит, Бог не оставит. Вот Авраам небезупречен, да? Он праотец, он праведник веры, он тот, кто последовал за призывом. Да, 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 но он небезупречный человек, и мы это уже видели. И как он там свою жену называл своей сестрой, тоже какая-то не очень красивая история, здесь прям совсем некрасивая. Так вот, если праведник оставит, и не надеетесь, кстати, на него, потому что заведомо он не Бог, заведомо он не все делает правильно, заведомо у каждого праведника вот есть то, ради чего его называют праведником, а есть все остальное. Вот, но Бог не оставит, вот об этом. А еще о том, что измолтияне вроде бы и старше, израильтян, которые от Исаака, Якова, и дальше, но вторично по отношению к ним, что Божье избранищество, оно всегда предполагает отделение. Вот нужно отделиться. Вера в единого Бога предполагает, что нужно отделиться. В те времена, времена патриархов, вот те, кто не наследует благословения, в более поздние времена от язычников, в наше время может быть от разного рода идеологий, которые собой порой подменяют веру в Бога, но отделиться от них нужно. И вот это отделение здесь проходит. Ну, а дальше какие-то малозначительные подробности, зачем это все нужно. В ту пору Авимелых, сопровождаемый Пехолом, начальником его войска, пришел и сказал Аврааму. Авимелых, я напомню, это один из тех, вот у кого Авраам жил, и там как раз была эта некрасивая история с его женой. Во всем, чтобы ты не делал, Бог тебе помогает. Так поклянись же мне Богом, что не предашь ни меня, ни детей, ни внуков моих. Как я был добр с тобою, а он, между прочим, ему богатство дал, так и ты будешь добр со мной и со страной, приютившей тебя. Я дам такую клятву, сказал Авраам. Но пожаловался, что люди Авимелыху отняли в него колодец. Я не знаю, кто это сделал, ответил Авимелых. Ты ничего не говорил мне. Я первый раз об этом слышу. Авраам подарил Авимелыху овец и коров, и заключил с ним союз. Семь овец он поставил особняком. Авимелых спросил, а эти семь овец, зачем ты поставил их особняком? Прими их от меня, ответил Авраам, знак того, что это мой колодец, я его выкопал. С тех пор, как они обменялись там клятвами, это место и называется Беер-Шева. Ну, то есть, колодец клятвы, а может быть, колодец семерых, потому что еврейское слово Шева может по-разному пониматься. Вот тут колодец, где они поклялись, и колодец, за который было дано семь овец отступного, да, то есть, чтобы Авимелых не претендовал. Какая нам разница? Семь овец, колодец, кому все это принадлежит? Но ведь Аврааму было обещано не только то, что у него родится сын, и мы читаем, как это сбылось в этой главе, но и он станет благословением для всех народов земли. Вот еще при своей жизни, еще просто общаясь с этим Авимелыхом, например, да, «Заключив Бершевию союз с Авраамом, Авимелых и его военачальник Пихол вернулись в Филистимскую землю. Авраам посадил Бершевию Тамарийск и призвал имя Господа Бога Вечного». Обычная история. Потом Авраам еще долго жил в Филистимской земле. Ну, это некоторый анахронизм. Времена Авраама Филистимлина еще не было, но потом они появились. Ну, как мы сегодня там называем Францию, например, страну, куда Юлий Цезарь в Торксе, она тогда называлась Галлией, но сегодня это Франция, да, анахронизм, но тем не менее так нам понятнее. Вот смотрите, небольшая глава, но она вполне в русле общего повествования. Вот 22-й, там, да, там мы увидим удивительный эпизод. Анатолийск Анатолийск Анатолийск